В системе ЖКХ Беларуси более 300 предприятий, на которых работают порядка 120 тысяч человек. Вопросам охраны труда на каждом предприятии уделяет огромное внимание. С этой целью проводятся выездные семинары. Каждый раз их проводят в новом регионе. Большая сюда ответственность, когда Солигорск или другой регион принимает достаточно серьезных, компетентных и профессиональных людей в своей отрасли, которые будут давать оценку по объективности, сравнивая с той работой, которая проводится в том или ином регионе. В ходе выездной встречи уделялось внимание и вопросам исполнения директивы номер один. Подобные мероприятия проводятся несколько раз в год. Мы два раза в год проводим семинары выездные, республиканские, на которых отрабатываем практические знания в области охраны труда и в области соблюдения директивы президента номер один. Мы рассматриваем разные аспекты. Почему Солигорск? Ну, действительно, здесь есть крупные предприятия, на которых необходимо было обратить внимание с точки зрения безопасности, обеспечения работников безопасным условием труда. Участники семинара посетили профильные объекты службы, где работники сферы жилищно-коммунального хозяйства, а именно Солигорск водоканала, эко-комплекса и ЖКХ, смоделировали различные чрезвычайные ситуации, включая тренировку по ликвидации порыва трубопровода и пожар в гостинице. Такие тренировки помогают быть готовыми к ЧАЭС. Также это позволяет проверить и соблюдение охраны труда при выполнении аварийных работ. В первую очередь для меня важно посмотреть, чтобы теория не расходилась с практикой, потому что я занимаюсь образовательным процессом. Моя задача в теоретической части – обучить специалистов системы, для того, чтобы они понимали, как это делать на практике. И сегодня я увидела на местах о том, что действительно много полезного сегодня дает теоретическая часть, и много знаний, навыков они получают на своих рабочих местах. Первый заместитель министра ЖКХ Геннадий Трубила отметил, что такие мероприятия необходимы и для постоянного повышения уровня подготовки специалистов. На государственном предприятии «Экокомплекс» по поводу охраны труда организована алкорамка, которую это предсменный и послесменный контроль. Приходя на работу, каждый работник, грузчик, водитель, сортировщик проходит алкорамку на входе и на выходе, что позволило повысить безопасность на производстве. Ну, тем самым мы улучшаем охрану труда на предприятии. Вообще для работы все условия созданы. Есть спецодежда, есть новый транспорт. Постоянно это все улучшаем, совершенствуем. Участники на протяжении всего семинара обменивались впечатлениями и мнениями, а также обсуждали, как показанные примеры могут быть применены на их предприятиях. Здесь представители всех регионов, и мы даем, скажем так, перекрестную оценку. Допустим, Солигорский водоканал оценивали представители Гродненской области. Допустим, поедем в Гродно, будут оценивать представители Гомельской области, чтобы это был, скажем так, нормальный диалог. И те ошибки, которые допускают люди, мы не критикуем, а указываем для того, чтобы потом в дальнейшем их исправить. Такие семинары являются важным шагом не только к улучшению работы системы ЖКХ в целом, но и улучшению условий труда работников. Итоги встречи были подведены на пленарном заседании.